Привет, коллеги! Вы на канале ZeroCode, меня зовут Денис, и сегодня мы работаем в TradingQ на Pinescript и разбираемся, как в стратегиях на Pinescript использовать Take Profit и Stop Loss. То, что я сегодня буду вам показывать, в куда более подробном виде, описано в официальной документации TradingQ, в разделе, в статье «Концепт и стратегии», в разделе «Take Profit и Stop Loss». Также сегодняшний ролик, в некотором смысле продолжение давнишнего, двухлетней давности сериала, про простые стратегии для непрограммиста. В последней серии этого сериала, который вышел два года назад, я рассказывал о том, как закрывать открытую позицию с помощью рыночного ордера, с помощью метода CloseAll. Опять же, если вы новичок в стратегиях на Pinescript, настоятельно рекомендую обратиться к этим роликам. Они до сих пор актуальны, и там, наверное, даже почти все работает. Вот. Также, в некотором смысле, перекликается сегодняшний ролик с вот этим вот роликом, где я рассказывал, как использовать трейлинг Stop Loss в TradingView. Ссылки на все эти ресурсы у вас на экране, а также будут в описании под роликом, в первом запрещенном комментарии. Ну, а мы сейчас поскачем. После того, как вы прожмете лайки, напишите обязательно комментарий. Напишите комментарий, комментарии очень нужны, они продвигают видосы, они дают мне обратную связь. Комментарии от вас нужны. Понравилось, не понравилось. Если не понравилось, то что не понравилось. Пишите адекватную критику, я воспринимаю нормально. Вот. Ну, а если после просмотра роликов моих вам захочется поддержать канал, как вы знаете, монетизации на YouTube сейчас нету, ссылочки тоже у вас на экране, и в описании под видео. Донаты, подписки на Boosty, все это доступно. Кроме того, для подписчиков на Boosty вполне возможно, если это видео вам понравится, будет расширенная версия этого ролика с более продвинутыми схемами тейка и стопов. Вот. Поэтому, если возможность есть, Boosty отличная площадка для поддержки блогера. Вот. Ну, а мы поскакали. Я для вас подготовил некий код, что-то типа стратегии. Смысл стратегии такой. Если у нас с вами нет позиции, то есть размер позиции равен нулю, мы подбрасываем в кубик. Если выпадает число больше 99, мы входим в лонговую позицию. Если у нас с вами позиция есть, strategy size не равен нулю, то мы подбрасываем кубик. Если выпадает больше 99, то мы закрываем позицию с помощью метода close all, который я рассказывал в предыдущих роликах. Вот. Но цель нашего сегодняшнего ролика – это заменить вот эту вот часть на некий код, который будет нам давать возможность закрыть позицию по стопам, по тейк-профиту или по стоп-лоссу. Значит, как это осуществляется? На самом деле все очень просто. Значит, метод close all и метод close – они закрывают позицию рыночным ордером, маркет-ордером. Чтобы закрыть позицию по стопам, все очень просто. Берем namespace strategy и в нем есть метод exit. Метод exit как раз предназначен для того, чтобы закрывать позицию по стоп-лоссу, по тейк-профиту или с помощью трейлинг-стопа. Чтобы этот метод сработал, нам нужно для него передать хотя бы один параметр – идентификатор ордера на закрытие позиции. Это минимальная ошибка. Чтобы у нас здесь с вами не светилась ошибка. Если мы вот в таком виде попробуем запустить стратегию, то мы получим ошибку. Ошибка будет говорить, что кроме идентификатора ордера на закрытие позиции, мы должны передать еще один параметр, как минимум один параметр, который может быть либо profit, либо limit, либо loss, либо stop, либо пара параметров, которые обозначают трейлинг. Значит, для того, чтобы этой ошибки не было, нам, например, достаточно просто передать один параметр, profit, например, давайте, куда задать некое значение, например, 20. Вот. После чего стратегия сработает, мы получим результат, в данном случае 100% прибыльных сделок, все зашибись. Если мы откроем документацию к этому методу, например, через контр-клик, то мы увидим, что среди аргументов, которые есть у этого метода, есть аргумент profit и аргумент loss. Мы читаем документацию, видим take profit distance, loss, и видим stop loss distance. И делаем вывод, что мы все нашли, достаточно передать profit 20, loss 10, ну и вроде бы все. О чем тут говорить-то? Но если мы в таком виде запустим нашу стратегию, то мы увидим с вами интересный эффект. Значит, давайте перейдем во вкладку strategy tester, и здесь list of trades. Смотрите, я запустил свою стратегию с profit в 20, loss в 10. Что это такое 20 и 10? Ну, логическое предположение, это проценты. То есть, я ожидаю прибыли в 20% и в 10%, да? Но я вижу, что здесь мой убыток 0,1%, здесь 0,3%, profit 0,25%, здесь 0,2%. Вообще какая-то чушь, и даже близко ни о каких процентах речи не идет. Еще большее может вызвать недоумение, если вы начнете запускать эту стратегию на разных инструментах. у вас везде будет абсолютно разные значения тейков, тейк-профитов, стоп-лоссов, да? Причем, порой, очень сильно отличаются величины вот этих. Почему так? Смотрите, значит, вот эти вот параметры, профита, лосс, если вы более внимательно почитаете документацию, они принимают значения в виде тиков. Не пунктов, не процентов, а тиков. При этом, величина тика для каждого инструмента разная. Соответственно, для BTC-USDT величина тика это 0,01 USDT, если у нас с вами торгуемая пара BTC-USDT. Для тона, например, если я не ошибаюсь, это 0.001 для доги, там вообще много знаков после запятой, а для шибы еще больше. И, соответственно, вот эта величина, это будет для битка, например, 0.01 умножить на 20. Соответственно, мы с вами ставим здесь такой уровень, который означает, что мы ожидаем прибыли от этой позиции в размере 0.02 доллара, то есть 20 центов. Но для, скажем, доги, это может быть вот такой величиной. По-моему, так. Да, то есть сильно меньше. Для каждого символа будет своя. Как узнать величину тика для каждого инструмента? Если вы на память не помните, как я, например, тоже, да, мы можем взять эту величину из namespace сим-инфо-минтик. Чтобы увидеть логи, я показывал, как логировать скрипты. Давайте применим. Открываем паймлоги и видим, что у нас с вами инструмент доги издетей. Здесь у нас с вами вот такой вот тик. Откроем биток. У нас с вами будет вот такой тик. Откроем мой любимый тон. Здесь вот такой вот тик. Соответственно, передавая 20 и 10, мы для каждой пары передаем свою величину профита и стоп-лосса. Это, скорее всего, не то, что вы ожидаете от этих параметров. Скорее всего, все-таки, вы, работая со стопом и тейк-профитом ожидаете, что вы будете передавать величину профита в виде процентов. Чаще всего так и бывает. Как это сделать? Ну, вот, собственно, на экране у вас самый простой пример. Во-первых, я вот эти вот две строчки позволяют нам получить из настроек стратегия значение тейк-профита стоп-лосса в процентах. Дальше, в том блоке код, где нам с вами нужно поставить стопы, мы что делаем? Мы сначала получаем среднюю цену позиции. Для этого используем, например, не обязательно именно этот способ. Можно разными вариантами узнавать расчетную цену позиции. Но классический способ position average price мы считаем как цену открыть позиции. И, соответственно, от этой цены мы ставим ценовые уровни, рассчитываем ценовые уровни для стоп-лосса и для тейк-профита. Вот таким, например, способом. Затем мы высчитанные значения передаем в метод exit через параметры стоп для стоп-лосса и через параметры limit для тейк-профита. Здесь в эти параметры передаются конкретные ценовые уровни. соответственно для limit у нас позиция закроется по цене для лонговой позиции этой или выше для стопа этой или ниже. Это описано в документации. Вот здесь вот limit take profit price именно price то есть мы сюда передаем не процент не процент а высчитанную цену по которой у нас с вами должна закрыться позиция позиция давайте запустим этот скрипт и посмотрим что у нас получается скрипт запущен идем во вкладку страдет тестер и что мы ожидаем здесь увидеть значит у нас сейчас с вами эта стратегия запущена ведь с параметра 2.1 то есть take profit 2% 100 plus 1% соответственно мы ожидаем что при закрытии позиции с прибылью мы будем получать прибыль в районе 2% а при закрытии по стоп-лоссу убыток будет составлять в районе одного процента вот мы видим что все работает так как мы и планировали там где у нас профит у нас около двух там где у нас убытка около одного процента можем в настройках изменить например величину take profit увеличив его до 3% пересчитывается скрипт смотрим где у нас тут профитная позиция видите 3% стал 3% то есть по сути вот такой вот код позволяет вам ставить стоп-лосс take profit в виде процентов от средней цены позиции открытой и естественно такой подход избавляет нас от проблем с разными размерами тика для каждого инструмента то есть для 5C у нас с вами take и stop будут точно так же в размере одного процента и там 3% если мы запустим на доги мы опять же будем получать 3% и 1% то есть вот пример кода для стратегии где у нас только лонговые позиции но есть нюансы безусловно так как мы сюда передаем уже конкретные ценовые уровни да то для шортовые позиции у нас получится все немножечко по-другому давайте посмотрим что будет если вдруг мы вот такой способ расчета ценовых уровней для стопов будем применять к шортовой позиции значит я поменял теперь позицию на шорт а вот этот вот код я оставил без изменений давайте запустим ну по сути он уже запустен посмотрим результаты стратегии работы стратегии что мы видим мы на самом деле будем видеть всегда одну и ту же картину мы будем видеть открытие позиции и сразу же ее закрытие на следующем баре открытие позиции и сразу же закрытие на следующем баре открытие и закрытие на следующем баре почему так происходит ну давайте для интереса отпринтим наш open price top loss price и take profit price значит открываем логи напоминаю у нас с вами шортовая позиция соответственно take profit у нас должен находиться внизу ниже цены открытия и ниже естественно стоп лосса когда у нас была лонговая позиция наоборот take profit был выше всех этих цен что мы видим здесь у нас цена открытия с вами 0 давайте биток накроем для удобства даже эфир лучше и обратно логи откроем вот смотрите мы открываем с вами шортовую позицию по 2 639 соответственно у нас с вами take profit должен быть ниже чем 2 639 а у нас с вами take profit выше чем 2 2708 выше чем 2 639 ну вот соответственно у нас с вами take profit ставится по плохой цене и на следующем баре у нас позиция с вами сразу закрывается потому что ну есть цена лучше и для стоп лосса и для take profit собственно именно поэтому и происходит вот такой вот эффект когда у нас с вами позиция закрывается практически сразу после открытия strategy exit вот то есть по сути мы просто отправляем лимитки по плохим ценам что нам нужно сделать ну очевидно нам нужно во первых детектить что у нас с вами позиция шартовая и вот эти вот знаки вот эти вот знаки менять если у нас шартовая позиция стоп лосс прайс должен быть плюсик а take profit должен быть минус поняли идеи да опять же здесь можно поступить по разному но я предлагаю такой вариант я создаю некий коэффициент который равен единичке если это лонговая позиция и минус единичке если это шартовая позиция как я определяю какая-то позиция по position size position size больше нуля если это лонговая позиция меньше нуля если это шартовая позиция а дальше уже вот этот коэффициент использую вот в этих формулах в итоге получаю для шарта стоп лосс прайс выше цены открытия для лонга ниже цены открытия ну и take profit соответственно давайте проверим что все это работает так как надо давайте давайте здесь делаем лонг значит у нас цена открытия цена открытия здесь у нас 2 491.84 цена закрытия по take profit у нас должна быть выше у нас лонговая позиция она действительно выше а стоп лосс должен быть ниже открытия он ниже вот давайте посмотрим результат торговли мы видим что стоп лосса 1% take profit 3% давайте перевернем позицию short ну и здесь должно быть все наоборот take profit ниже открытия стоп лосс выше открытия смотрим стратеги тестер видим опять же 1% стоп лосс 3% take profit все хорошо вот собственно вот такой вот способ ну можно было бы просто наив их все построить но мне так кажется более аккуратно что ли значит в завершении хочу сказать несколько слов значит безусловно сегодняшний ролик не раскрывает весь необходимый функционал стопов take profit стоп лосса у метода exit как я уже говорил куча разного дополнительного функционала например мы можем передавать quantity для закрытия позиций не полностью мы можем передавать как quantity задавая конкретное количество контрактов лотов количество акций и так далее либо можем передавать аргумент qti percent который позволяет нам закрывать процент от открытой позиции мы с вами можем передавать аргумент from entry например который позволяет нам закрывать позиции по отдельности не передавая qti например мы можем передавать вам трейлинги ну я уже снимал отдельный ролик по поводу трейлинга мы можем использовать группы ардеров мы можем передавать комменты в зависимости от закрытия позиции мы можем создавать алерты при закрытии позиции то есть функционал у этого метода exit достаточно широкий не всем он нужен местами это довольно специфично может быть даже сложно поэтому если вы хотите чтобы я рассказал про вот этот вот дополнительный функционал пишите в комментариях что вам интересно и я для мотиваторов на бусте что-то такое сделаю возможно не обещаю но если запрос будет думаю что что-нибудь придумаем вот но надеюсь все-таки что мой сегодняшний ролик вам как-то более-менее помог разобраться с этими стопами этого в принципе достаточно для того чтобы строить стратегии на стопах вкупе с роликами по close all и по трейлингу я думаю можно уже городить довольно навороченные стратегии если это так пожалуйста прожмите лайкосик напишите комментарии повторюсь они нужны и поддержка канала тоже максимально приветствуется кроме как на вас надеяться больше не на кого поэтому донаты подписки на бусте пожалуйста по ссылкам в описании под роликом и в первом закрепленном комментарии ну а у меня на сегодня все спасибо что посмотрели до новых встреч субтитры